АЛЕКС КАМЕНЕВ ЦИТАДЕЛЬЯ ГОРДЫНИ КЛИНОК КЛАНА Глава первая. Столица империума. Небоскрёб Рубиновый колосс. Ресторан на крыше Сытников. 12.25 Красный диск медленно проворачивался, наползая на тёмное полотно, усеянное миллиардами звёзд. Мелкие вибрации сотрясали корпус, шла корректировка орбиты. Корабль кренился, занимая расчётную позицию. Голос за кадром сухо отсчитывал последние секунды до старта. 5, 4, 3, 2, 1. Пуск! Произошло отделение. Сферическая капсула покинула борт материнского корабля. Началось сближение с Красной планетой. Высокочувствительные камеры фиксировали каждый момент, передавая кадры на Землю. Трансляция шла в прямом эфире по всем каналам. Спускаемый аппарат входил в атмосферу медленно, словно неохотно. Отделилась первая ступень, за ней вторая. Продолговатые болванки отработавших маневровых двигателей, кувыркаясь, отправились в свободный полёт. Камера переключилась на внутренний отсек капсулы. Шесть человеческих фигур в скафандрах застыли в специальных креслах, плотно зафиксированные страховочными ремнями. Перед каждым располагался экран, куда выводилась необходимая информация. Рядом с командиром корабля два причудливых джойстика управления, на крайний случай, если вдруг не справится автоматика. До этого переходить в ручной режим категорически запрещено. Модуль всё глубже нырял в атмосферу, в ход пошла первая тормозная система, корректирующая не скорость посадки, а курс глиссады сближения. Экран затрясло, возникла турбулентность. Включились стабилизаторы, выводя аппарат в пологий полёт. — Три-один, регистрируем в северном полушарии небольшое завихрение, — хрипло сказал один из космонавтов. — Три-один, он слишком далеко и не помешает вам, не волнуйтесь, мы за всем наблюдаем. — откликнулись те, кто оставался на орбите на борту основного корабля. — Принято, три-один. В эфире снова наступила тишина, лишь статика изредка проскакивала в форме лёгких помех. Спускаемый аппарат выходил на расчётную точку, до выборной для приземления области оставалось недолго. Заработала вторая система торможения, шло гашение скорости. Достаточное, чтобы модуль замедлился, перестав напоминать падающий болид. Экран трясло, не переставая. Если бы людей внутри жёстко не зафиксировали в эргономичных креслах, то сейчас по всему отсеку модуля разлетались бы человеческие тела. Тряска нарастала, стабилизаторы не справлялись. Голос за кадром метрономом отмечал время до посадки. Две минуты до касания. Минута пятьдесят секунд. Минута сорок секунд. Минута тридцать секунд. В один момент картинка дёрнулась сильнее обычного. Сработали парашютные системы. Завершающий этап спуска, ставшего плавным. «Все системы работают нормально», — доложили из капсулы. «Три-один, подтверждаю, телеметрия в зелёном фоне, прилетела по связи с орбитой». Фигуры в скафандрах застыли в ожидании. Сквозь прозрачное забрало закрытых шлемов видны напряжённые лица. Если предварительная разведка местности допустила ошибку, если автоматика не справится, если расчёты окажутся неверны, то спускаемый аппарат со всем экипажем погибнет в мгновение ока. Спасателей не будет. Любая авария гарантированно приведёт к гибели всех на борту. Достаточно выдвижной стойке наткнуться на камень с большим процентом прочности, чем просчитал компьютер, и опрокинуться на бок, и капсула уже не взлетит снова. На главном корабле оставался запасной модуль, но с учётом обстоятельств его прибытие могло затянуться. Все это понимали и отдавали отчёт, чем грозит даже малейшая неполадка. 30 секунд до касания. 29, 28, 27. Капсула продолжала спуск. Красная поверхность приближалась. Внешние камеры уже различали песчаные барханы из красно-пепельного песка и отдельные куски скал, разбросанных в отдалении. 5, 4, 3, 2, 1. На последних секундах сработали тормозные двигатели, заставив спускаемый аппарат дёрнуться и буквально зависнуть в воздухе, а затем медленно и осторожно опустить модуль на песчаную поверхность. — Касание! — наблюдатель не выдержал и радостно завопил. Тут же опомнился и деловым тоном завершил. Все системы в норме, отклонений нет, посадка совершена в заданных координатах. Люди за соседними столиками восторженно взревели. Терраса взорвалась громом аплодисментов. — Я усмехнулся. — А ты говорил, что не получится. — Сидящий по правую руку Престон возразил. — Не совсем так, милорд. Я говорил, что сама идея отправки корабля на Марс бесполезна в своём начинании. Какой смысл снаряжать экспедицию, тратя на это огромные ресурсы, если практическая польза туманна? Это выглядит опрометчиво. — Лично я не понимаю, зачем вообще посылали корабль? — вмешалась ласка. — Не проще отправить маяк и навести по нему портал. Зачем такие сложности? Корабль, космический перелёт, посадка — слишком сложны для столь простой операции. И затратно. Престон поднял указательный палец. На огромном экране, специально вынесенным хозяином ресторана на открытую веранду ради эпохального события, показывали внутренний отсек капсулы. Пройдёт ещё час, прежде чем космонавты ступят на грунт Красной планеты. Звук приглушили. Посетители вернулись к блюдам, возбуждённо обсуждая увиденное. Никто не остался равнодушным к показанному по ТВ. «Колонизация невыгодна с экономической точки зрения. Это правда. Как и вообще освоение другой планеты. На своей бы разобраться», — согласился я. «С другой стороны, экспедиция показала, что мы это можем — осуществить межпланетный перелёт и высадить людей на другой планете. Это дорогого стоит. И дело здесь не только в отработке технологий, хотя и это тоже. Главное, продемонстрирована сама возможность практического исполнения столь сложной процедуры». «Престиж опять же?» — сэр Артур кивнул, легко перебываясь на лету в пользу мнения Сюзерена. Ласка, не скрываясь, поморщилась. Пластичное мнение британца ей пришлось не по душе. «Слишком легко сдался, мог и поспорить ради приличия». Так и говорил её снисходительный взгляд. «Что касается маяка наведения для постройки портала, то мы говорим о миллионах километров космического пространства, где помех намного больше, чем при создании перехода из северного полушария в южное». «Хотите сказать, создать портал не получится?» Ласка недоверчиво вздёрнула брови. «Хочу сказать, понадобится прорва энергии и усилия нескольких патриархов для создания стабильного канала. И то не факт, что при выходе тебя не разорвёт на части, отправив каждый кусочек в разные галактики». Престон хмыкнул. «А почему освоение невыгодно? Разве там не обнаружили полезные скопаемые?» Не сдавалась Ласка. «Потому что пока этого добра и на земле хватает с лихвой», вместо меня ответил сэр Артур. «Мало знать, где копать, необходимо соответствующее оборудование, которое нужно будет привезти на место. А вывозить добытое. Сейчас стоимость одного килограмма груза переброски на Марс составляет несколько десятков тысяч. А там речь о тоннах. Каждая песчинка станет золотой. Компания, что этим займётся, быстрее разорится, чем что-либо заработает». «То же самое касается постоянного поселения», — проронил я. «Регулярная отправка кораблей с припасами выйдет слишком дорогой. Поддержка даже одной колонии выльется в бюджет, сопоставимой со всей космической программой», — подхватил британец. «Экспедиция всего лишь жест. Демонстрация возможностей, не более. Сейчас никто основывать постоянную базу там не будет. Пока хватает луны». По террасе проскользнула тень. Мимо небоскрёба пронёсся воздухолёт. Вытянутый силуэт промелькнул с огромной скоростью. Правилами запрещалось воздушному транспорту приближаться к высотным зданиям близко. Виртуальная разметка проходила в 20 метрах, но всё равно показалось, будто машина пролетела на расстоянии вытянутой руки, обдав сидящих за столиками порывами ветра. Я мазнул ленивым взглядом по небу. Редкие чёрные точки чертили голубые небеса в разных направлениях. Воздухолёты так и не получили широкого распространения. Слишком дорогой двигатель на основе сплава магии и технологий спутал карты перебраться в небеса большей части жителей. Разработчики пытались снизить стоимость силовой установки, но сложность заключалась в самом производстве. Необходим маг-артефактор, а это уже ручная работа, не чита конвейерной сборки. Как у дорогих спорткаров, которые никогда не выпускали огромными сериями, слишком трясясь над качеством изделий. Нет, воздухолёты имелись и активно использовались, но небо ещё долго не будет заполнено сплошным потоком движущегося воздушного транспорта. А ведь думали, всё будет совершенно иначе? Сколько прошло со дня основания Империума? Скоро почти семь лет. Как быстро летит время? Милорд? Престон вопросительно изогнул бровь. Как всегда подтянутый элегантный, в классическом костюме тройки, аккуратно причёсанный, бывший рыцарь, стёртый с лица земли Британии, терпеливо ожидал реакции Сюзерена. Задумался, хмор бросил я. Вспомнил о дне, когда всё это великолепие отгрохали буквально за несколько месяцев. Я выразительно обвёл руками, охватывая окружающее пространство с возвышающимися вокруг небоскрёбами. Вы говорите об основании Империума? Престон пытливо смотрел, пытаясь заранее предугадать, куда пойдёт извилистая мысль милорда. Заняться ему больше нечем, лимонник хренов. На меня почему-то накатило раздражение. И это услужливость и предупредительность и готовность выполнить любой приказ со всем прилежанием. «Что-то паршивец в последнее время слишком выслуживается, не припас ли за пазухой камень?» Подумал и мысленно рассмеялся. «Сколько лет прошло, а я всё ещё подозреваю хитрого британца. А что делать? От такого всегда стоит ждать подвоха. Зато работает за двоих, пашет, не покладая рук, чётко выполняя поручения с изяществом истинного профессионала. Не будь так полезен, давно бы по-тихому прикончил, слишком хлопотно всё время оставаться на стороже. С другой стороны, подобный настрой позволял оставаться в тонусе, что в обществе кланов особо ценилось. «Расслабишься слишком сильно, посчитаешь себя самым умным и сильным, и бац, найдётся кто-то более хваткий. Тебе башку с плеч, а сам на твоё место. Закон выживания. Слабых пожирают, оставляя улучшать породу из лучших». Дальше что-то вспомнилось. Я покрутил в воздухе пальцем, показывая, что ничего серьёзного, просто мысли вслух. Ласке принесли лимонад. В высоком стакане звякнули аккуратные кубики льда. «И всё же я не понимаю, почему нельзя использовать стационарные порталы. Даже если поддержание канала потребует значительных энергетических затрат, разве это не выгоднее регулярных космических рейсов?» – спросила она. Я пожал плечами. Думаю, основная трудность в удержании. Пробить нору в пространстве нетрудно, попробуй удержи её в стабильном состоянии для частого использования. Спорю на что угодно, каждый второй груз будет уходить в неизвестность. Формула пространственных переходов, что используется на Земле, не подходит для межпланетных путешествий. Тут надо что-то другое. Престон отпил кофе, холёные длинные пальцы с аристократической небрежностью удерживали маленькую фарфоровую чашечку. Сделав аккуратный глоток, британец поставил чашку на блюдце. «Несколько лет назад ходили смутные слухи разработки чисто технологического способа перемещения через порталы», – заметил он. «Это было как раз в то время, как Ван Хоторны явили миру свои стационарные переходы». «Да, тоже слышал что-то такое, но слишком туманное, без подробностей». «Концерн Демейдовых», – припомнил я, – «отдел передовых исследований и разработок». «Верно, милорд», – сэр Артур обозначил поклон. «Уральские мастера считали, что сумеют покорить пространство по чистой науке без применения магии». «И чем всё закончилось?» – с интересом осведомилась ласка. Престон виновата пожал плечами. «Неизвестно. Проект был глубоко засекречен, да и сколько времени прошло. Полагаю, если бы они добились успеха, об этом стало бы уже известно». «Логично. Демидовы не стали бы скрывать открытие, слишком большую силу дала бы власть над пространством. Значит, не выгорело». «Наши приятели с Урала всегда отличались любознательностью», – сказал я. «Неудивительно, что у них имелся в разработке проекты на подобную тему». Сэр Артур тонко улыбнулся. «Они могли не отказываться от него, а передать в частный сектор. Идея довольно увлекательная и сулит много преимуществ». «Слишком небрежно сказал. Кажется, упоминание старого проекта неспроста. Я бросил на него острый взгляд». «Тебе что-то известно?» – британец помедлил. «Скажем так, слухи вновь активизировались, и связаны они с давней задумкой. Пока ничего серьезного, но кто знает». Он помедлил и в чисто русском ключе загадочно произнес. «Дыма без огня не бывает». Я пожевал губами, обкатывая новость. «Любопытно. И перспективно». «Что-нибудь конкретное?» Престон покачал головой. «На данный момент нет, но если пожелаете, я могу начать разработку данного направления». «Давай», – согласился я и предупредил. «Только без фанатизма. Не нужно лезть к Демидовым слишком глубоко. Если там действительно что-то проявится, то строганого узнают об этом по официальным каналам». «Триумвират», – старинный союз трех кланов, несмотря на все потрясения, продолжал существовать. «Раз уж разговор зашел о Демидовых, хотелось бы обратить внимание вашей светлости на проблемы с роботизированными фермами в Диком поле», – сказал Престон. «А Эд здесь при чем? Точнее, при чем здесь Престон? Это не его сфера деятельности?» Я изобразил на лице недоумение. Глава моей личной разведки понял причину удивления и поспешил пояснить. «Дело в том, что атаки на автоматические комплексы, расположенные на западных границах, в последнее время участились. Хозяйства несут урон не только в испорченном урожае, но и в поломанной технике. Приходится отправлять ремонтные бригады несколько раз в неделю, что превышает показатели заложенных рисков. Судя по следам повреждений, можно с уверенностью сказать, что нападения осуществляют не только твари, но и люди, имеющие на вооружении огнестрельное оружие». Я поморщился. «Чёртова Европа! Этот гнайник так и не очистили до конца. Типичная ситуация. Разработали план, выделили деньги, и в первый год всё шло как по маслу. Затем средств в бюджете стало не хватать, и часть изъяли для других нужд. Раз за разом финансирование уменьшалось, пока не превратилось в скудный ручеёк, не способно оплатить работу десятка подсобных рабочих. В итоге проект свернули через два года, передвинув сроки исполнения на неопределённое будущее. Неудивительно, что границы снова тревожат. Во время войны чего только туда не сбрасывали, какие только заклятия не применяли. Магический Чернобыль, чтоб его. «Считаешь, там есть выжившие?» — не поверил я. «То-то там точно есть», — с изящством дипломата увернулся от прямого ответа Престон. «Пусть усилят охрану, выделят новые арпы. Какие проблемы?» Заниматься проблемой выживших европейцев совсем не хотелось. Даже если кому-то повезло, они давно уже превратились в мутантов-уродов. Без нас сдохнут. Многие успели свалить в Африку, где часть ассимилировалась. В основном молодые и привлекательные женщины, попавшие в гаремы к местным вождям и их соратникам. Часть закончила жизнь в котлах в роли обеда для остальных племён. Часть успела сбежать в Южную Америку. «Дело в том, что нельзя бесконечно наращивать охрану. В какой-то момент боевых роботов станет больше, чем сельскохозяйственных, и сама идея автоматических ферм потеряет актуальность за нерентабельностью». «Ты это откуда об этом знаешь?» — удивился я. «Разве это твой профиль?» Престон пожал плечами. «Компания Техагра обеспокоена участившимися случаями вандализма. Пока они не склонны поднимать панику или драматизировать ситуацию, но переживают, что может стать хуже. И поэтому обратились ко мне за консультациями, не смея тревожить вашу светлость по такому пустяку». Вот оно, зримое проявление пирамиды власти, когда структура перерастает в нечто огромное. «Находясь на самом верху, ты уже не в курсе, что происходит ниже, только в общих чертах и исключительно по самым важным вопросам». «Почему не обратились в ведомство Михаила? Разве это не его люди должны оценивать риски?» С неудовольствием проронил я. Михаил возглавлял «Сварокгруппу» уже не первый год, стоя у истоков образования финансово-промышленной империи и пока не давал причин сомневаться в своем профессионализме. Странно, что он не заметил проблему раньше и не решил ее до того, как станет слишком поздно. «Мне оттуда и переслали запрос, попросив разобраться. Там тоже думают, что натиск на фермы может существенно возрасти, угрожая деятельности всего комплекса». «Я прищурился. Предлагаешь направить туда дополнительные силы? Представляешь, во сколько это обойдется?» «Сварокгрупп переживал не лучшие времена. Нет, до банкротства было, конечно, еще далеко, но лишних средств нет. А проведение даже малой армейской операции вылетит в такую копеечку, что проделает в бюджете корпорации дыру размером с высотный дом». «Можно провести это через комитет по обороне в Сенате?» – предложил Престон. «В конце концов, это угроза всем западным границам». «Потенциальная угроза!» – я поднял указательный палец. «Хочешь, чтобы меня живьем сожрали в Сенате? Пока какой-нибудь долбанный зомби-мутант не постучится в двери мирных граждан где-нибудь в пригороде Смоленска, никто и пальцем не шевельнет, не то что выделит лишних денег». Сэр Артур с независимым видом дернул плечом. «Мол, я предупредил, а уж дальше думайте сами». «Хитрый какой, если что, с него взятки гладки. Как советник он сделал все, что должен». «Что говорит твое видение? Есть что-нибудь конкретное?» Я хмуро уставился в переносицу британца. В отличие от Ласки, ввиду низкого ранга, отказавшись от операции по привитию второй стихии, Престон заимел дар ментата провиться.